Украинским воинам удалось ликвидировать двух лучших пилотов российской армии. Оба погибли в результате удара «Хаймарс» по российским войскам в районе Донецка. 41-летний Максим Потемин, летчик-истребитель в звании подполковника, погиб в результате обстрела его колонны высокоточной реактивной артиллерии в Донецке. Считается, что в результате того же удара погиб 54-летний полковник Анатолий Стасюкевич, также летчик-истребитель. Первым о смерти Максима Потемина в результате удара «Хаймарс» заявил отец ликвидированного оккупанта Алексей. Он узнал, что именно американские системы стали причиной смерти его сына. Он говорит, что автомобиль его сына был взорван ракетой «Хаймарс». Второй ликвидированный летчик-истребитель Стасюкевич, начальник штаба 1-й гвардейской барановической авиационной дивизии, был военным летчиком в третьем поколении. Вот так ВСУ успешно ликвидировали российских фашистских летчиков-истребителей. Туда им и дорога. Надеемся, что после смерти они попали в ад, где будут гореть ясным пламенем. Еще одно высокопоставленное тело, которое достал «Хаймарс» — 42-летний подполковник Сергей Михайлов, командовавший мотострелковым батальоном. Фашист также был убит в Украине, но в другом месте. Смерть этой троицы русофашистов — это лишь очередная гибель российской военной элиты. Скоро с поступлением дополнительных вооружений будет больше. Это мы гарантируем. Все российское командование будет уничтожаться на поражение. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.